Поздравляем нового президента Мексики, который шел от левых и набрал 53% голосов. Выборы, кстати, состоялись вчера, 1 июля 2018 года. Им стал бывший мэр Мехико-сити Лобос Абрадор. Курс взят на сближение с США. Его уже поздравил Дональд Трамп. Планируется уменьшение цен на бензин, расширение торговых отношений с Канадой и Соединенными Штатами, защиту предпринимательства, свободу предпринимательства и так далее. В общем, мексиканцы рады, несмотря на то, что сегодня сборная Мексики проиграла сборная Бразилии, но тем не менее. Итак, мы сегодня поговорим о нашей теме, которая нам интересна. Это социальные группы. Это то, что изменилось 11 июня 2018 года. Вообще, социальная группа как отдельный инструмент для рассмотрения кейсов на убежище возник в 1985 году. Тогда это было дело женщины, которая приехала и подала на убежище от представительниц социальной группы. Это жертвы домашнего насилия. В тот момент, в 1985 году, это уже стало нормой. Вошло в сборник судебных прецедентов и стало работающим прецедентом. Далее планировалось изменить это в 1999 году, спустя практически 14 лет. Но этого не случилось. Тогда действующий прокурор США Рено отменил рассмотрение этого дела в апелляционном совете. Это был 1999 год. Потом с 1999 по 2014 год эта норма работала. То есть принимали женщин как членов социальной группы. В 2014 году как раз интересное дело, когда женщина из Сальвадора приехала нелегально в Мексику, подала на убежище, когда ее сдержали на границе. Дальше с ней через полгода был проведен суд, иммиграционный суд. Это был штат Калифорния. Как вы знаете, в штате Калифорния 5 иммиграционных судов. Два суда, которые занимаются непосредственно теми, кто находится в иммиграционном лагере. И три суда работают просто. У нас есть название, мы делаем по этому поводу материал. Это 9-й региональный судебный округ. Также в штате Калифорния есть апелляционный суд. Один из 13. Итак, иммиграционный судья штата Калифорния принял решение отрицательное относительно женщины из Сальвадоры. Почему? Потому что она не вызывала доверия. Это был один из пунктов отказа иммиграционного судья. Плюс не смогла объяснить и дать полную оценку характеристики данной социальной группы. В общем, она получила отказ. В 2014 году, в 2015 году, в июне месяце этот отказ был оспорен в апелляционном суде. Было принято положительное решение относительно этого дела. И с 2014 года до настоящего времени был действующий прецедент, который работал. Сейчас произошли изменения. Социальная группа до 1985 года вообще не входила в закон об иммиграции гражданства. Она нигде не рассматривалась. Просто не было прецедента. Были направления религия, политика, раса, национальность. То есть этого направления не было. В 1985 году он возник. И сегодня эта норма подверглась изменениям. Сейчас есть переходное решение генерального прокурора Джеффа Сэшнса. Вообще мы сделаем сегодня видео второе на доске. Я распишу то, как я это вижу. То, как видит это Игорь, это наш журналист. И как мы будем это применять, чтобы кейсы были выигрышными. Вопрос возникал в комментариях по поводу того, где подавать на убежище, в каком штате. Ребят, зависит от округа и зависит от направления вашего кейса. Потому что если вы пойдете в 9 округ, например, штат Калифорния, Аризона, Аляска, это 1% рассмотрения дел по вашему направлению. Если вы пойдете в 10 округ Нью-Мехико, это другой процент. Если вы пойдете в штат Техас, там 3% рассмотрения. То есть все это нужно смотреть, все это мы сделаем в отдельной таблице и вам об этом расскажем. Так, друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции. И комментируйте. На ваших комментариях мы будем делать новое видео. Всем всего доброго, пока.